Киевскому «Динамо» 90 лет сегодня. Для тех, кто любит футбол, несмотря на наличие успехов или поражений, для тех, кто любит футбол за процесс, это настоящий праздник. Кто поздравил сегодня подопечных Валерия Лобановского и как отметили день рождения клуба, узнаем от Александра Васильченко. 1927. Первая команда «Динамо». На этих архивных кадрах первый состав «Киевского «Динамо». Сегодня клубу исполнилось 90 лет. В 20-х команду формировали из столичных футболистов практически год. Вскоре спортсмены громко заявили о себе, но амбициозный план «Динамо» перечеркнула Вторая мировая. После победы футболисты снова вышли на поле. 22 червня 1941 года на честь открытия нового стадиона в Киеве мог отбудеться матч. И началась война. Протягом 24-х годов кому-то удалось сберегать памятные квитки. И сегодня володарь этих квитков проходит на стадион, как почестные болельники. За 90 лет на футбольном поприще у «Динамовцев» были и победы, и поражения. Новые кубки, новые имена. В активе клуба 60 титулов. Среди них 25 советских, 32 украинских и 3 международных. Целой эпохой для «Динамо» стал легендарный тренер Валерий Лобановский. Под его руководством «Белосиний» за три срока его работы в клубе завоевали 28 трофеев. Из них 13 золотые медали, 9 кубков страны, 3 суперкубка и столько же еврокубков. Первая команда – это «Динамо Киев», где в разные годы пришлось играть, пришлось тренировать. И, конечно, без команды «Динамо Киев», без вот той атмосферы, которая была заложена моими предшественниками, я даже себе не представляю, где и как я бы мог проявить свой творческий потенциал. Юбилейная дата для «Динамовцев», говорит вице-президент УФА Григорий Суркис. Праздник со слезами на глазах. В этот день, в 2002 году, не стало легендарного наставника «Белосиних». Совершенно символично, что сплелись в один день два события, одно из которых очень событие в скорби, уход из жизни в 2002 году Валерия Лобановского, такое впечатление, что это было только вчера. С другой стороны, рождение всенародно любимого клуба. Радость от побед любимого клуба, горечь от неудач и скорбь утраты великого тренера, который на протяжении десятилетий создавал команды, которые блистали. С благодарностью футболисты относятся и к своим болельщикам. За долгие годы, подчеркивает президент клуба Игорь Суркис, для болельщиков команда «Динамо» стала символом мастерства и воли к победе. Это, я считаю, гордость для наших болельщиков. Огромное им спасибо за все годы, которые они были вместе с командой. И, надеюсь, и будут вместе команды. Футбол – вещь непредсказуемая. Команду надо уметь поддерживать и в хорошие времена, и в плохие времена. Наши болельщики умеют это делать. Спасибо киевлянам, украинцам, которые поддерживали команду столько лет. Желаю клубу процветания и новых трофеев. Поздравились юбилеем «Динамовцев» все президенты независимой Украины. Глава государства Петр Порошенко поблагодарил клуб за радость, которую он приносит любителям футбола. Верность традициям и патриотизм. А также пожелал «Динамовцев» новых имен и ярких побед. Александр Васильченко, Никита Исайко. Подробности – телеканал «Интер». Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова